Евангелие от Марка, глава одиннадцатая Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавший его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем это отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали, «Ассанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословен грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Ассанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека сморковницу, покрытую листьями, пошел, не дойдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек!» И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим. И Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стал именовщиков из камьи, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, «Не написано ли дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави! Посмотри, споковница, которую ты проклял, засохла!» И Иисус, отвечая, говорит ему, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю». «Крещение Иоаннова с Небес было или от человеков?» «Отвечайте мне». Они же рассуждали между собой, «Если скажем с Небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать, «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». «Отвечайте мне. Продолжение следует...